Добрый день друзья мои, Евгений Гордеев из славного города Героя Смоленска Друзья мои, какие славные порой люди нас окружают Окружают нас и делают свои добрые дела незаметно Не кичась этим А может быть и нельзя кичиться вот такими делами, о которых я сейчас расскажу Я горжусь тем, что Смоленщина соседствует с Брянской областью Где вот родятся и растут и живут такие люди, как этот 17-летний парень Так вот, талантливейший хакер из Брянска на протяжении нескольких лет Снимал бабосики, бабулечки Деревянные денюжки Со счетов чиновников Ну, которых он знал, так сказать А все у них похищенное Перечислял на лечение больных деток К каждому из вас знакомы вот эти глянцевые журналы Типа «Семь дней», там еще какие-то есть Забыл, ну, такие Где, значит, на несколько разворотов там рассказывается О каких-то царских хоромах О дворцах каких-то наших там Ну, Галкина, допустим, с Пугачевой Там в деревне грязи Там еще качи, да Из комнаты в комнату хозяин водит, показывает А вот здесь бассейн, а вот здесь сортир золотым унитазом А вот здесь наше опочивание Посмотрите, под балдахином сексодром Ну и так далее Ну, 173 Или 17, 40-х, не помню Миллиона долларов Говорили этот дворец Галкинский стоит В грязях этих Название хорошее Вот, и Где-нибудь В уголке там Лысенький вроде меня Маленький какой-то мальчонка Там 5-6-летний И написано, значит, что Люди Подайте, кто сколько может На лечение этого Онкобольного мальчика Федя, там, Иванова, допустим А в конце этого журнала, значит, вот Столько Мелко-мелко Пяти там, там, мелким Шрифтом Перечисляются Там Иванов, Сидоров, Петров, так сказать Кто сколько Кто 50 рублей Кто 100 рублей Это все пенсионеры в основном Сердобольные люди Ну, не, чтобы взять, так сказать Вот, 7 страниц Там, или 5 страниц Посвященных Дворцу Галкина Ну, возьмите Галкин, Пугачева Возьмите, так сказать На себя Миссию, значит Вернуть К жизни Или дать жизнь Этому Лысому мальчонке Так сказать Пролечите его За свой счет За рубежом Выведите его Вы понимаете Я помню Ну, доведите До 18-летия Так сказать И скажите Парень Это мы тебя спасли А можно и не говорить Я помню Значит Роддом Кажется На Калининском проспекте Короче Заднее ворота Кремля И тут вот Проспект Начинается Я не очень хорошо В Москве знаю И стоит Значит Пыльный Пыльный Трехэтажный Кажется Дом Без балконов Без всего Серое такое здание Пыльное Почему Потому что машины Рядом Под окнами Шмых-шмых Туда-сюда Вот Это роддом И вот Значит Как-то Елизавета Вторая Значит Дай ей Бог Здоровья И долгих лет Жизни Жива она еще Жива вроде бы Лет сто Уже может Вот Посетила этот Давным-давно При советской Кажется Власти При власти Прибрежневской Брежнев Прибрежнев При КГБ И КПСС Вот И Она посетила Вдруг Значит Сказала Вот я хочу Зайти Вот в роддом И ее В этот роддом Привели В палате Сидела девушка Значит Кормила Грудью Маленькую Свою Дачурку Только что Родившуюся На днях И Лизавету Эту Королеву В Англии Завели В эту палату Цвета Огромная Дипломатическая Переводчики И так далее Эти Телевизиончики И она Спрашивает Значит У девушки Скажите Как зовут Вашу малышку А та нашлась Или заранее Как-то Я не знаю Как она Нашлась Девушка Простая Московская Девушка Она Значит Сказала Ее зовут Лизонька И ей перевели Что Так же Как и вас Ее зовут Елизавета И Елизавета Значит Ни слова Не говоря Взяла Просто Шеф С одной Этой девочкой И до исполнения Этой девочки 18 лет Из-за рубежа Из Англии Из Лондона Из Букинхемского Дворца Приходили Обалденнейшие вещи Подарки Там И питание Может быть Детское Я не знаю До 18-летия Этой Лизы Приходили Наверное пришлось И так Лиза И назвать А может Так и назвали Я не знаю У меня внучку Лиза Тоже зовут Но еще Никто не присылает Королев Англии Не знает О том Что у меня Лиза Ну а здесь Вот так Вот А тут Значит С пенсионеров Сшибают Копейки Понимаете Так вот Чем занимался Этот парнишка Сосед мой Брянский Хакер Талантливый Его поймали Значит На том Что он По босике Воровал У Чиновников Отдавал им Больным детям На лечение И теперь Теперь В соответствии С соответствующим Законом С уголовным Кодексом Российской Федерации Ему светит Вы только Осознайте До 20 лет Лишения Свободы С конфискацией Имущества Мальчик этот На первом же Допросе Во всем Сознался И сказал Что Довела его До такой жизни Болезни Его Сестры А его Родители Обращались К местным Чиновникам Гластям Найти Денег Ну и Наверное И к Медицинской Службе Медицинской Найти День На спасительное Лекарство Для Сестры Его Которое Можно было Купить Только За границей Но Чиновники Разводили Руками Медики Разводили Руками Нам Вот В прошлом Году Кажется Министр Здравоохранения Значит Ну Тетенька Была Кажется Я не знаю Кто сейчас Она Сказала Или Позапрошлым Голом Пожалуйста У нас По Сложным Делам Значит Которые Требуют Как-то Сложной Медицинской Помощи Свободный Значит Выезд Детей С родителями За границу Деньги И на это Всегда Есть Каких-то Несколько Дней И вы Поехали Спасать Своего Малыша Бред Ложь И провокация Нету Этого И не было И до сих пор Нет Пока будешь Просить Деньги Человечек Маленький Помрел Ну За границей Можно было Купить Лекарства Понимаете Я не знаю Сестра Умерла Или Тьфу Тьфу Не дай бог Или жива И как они Выкрытились В той ситуации Но Мальчику Запало Это Он Выучился На хакера К 17 Годам И значит Это 17 лет Он Значит С 14 лет Занимался Вот этой Такой Благотворительной Деятельностью Одних Брал И мне Это напоминает Честно говоря Фильм Берегись Автомобили Помните Знаменитый Фильм С Иннокентием С Макнуновским Главная роль Значит Он Воровал Волги У чиновников У Ворюх И Продавал И деньги Перечислял В детские Дома По-моему Ну В детские Лечебные Заведения Где дома Так это Вот Там еще Олег Ефремов Главная роль Михаила Ефремова Батяня В роли Следователя Вот И там Помните Да здравствует Там наш суд Самый Советский суд Самый справедливый Суд на земле Так Это там Кажется Было Сказано Ну вот Больше трех лет Он этим занимался Значит 14 до 17 И вот его поймали Друзья мои Я Не знаю Как Если бы знал Его фамилию Что-то Не знаю Надо поискать Может быть Опубликован Он наверняка Где-то в сетях Сидит парнишка С ним можно Наверное связаться Давайте мы Как-то его Хоть морально Поддержим Я не знаю Значит Давайте как-то Выскажемся Всем миром За то Чтобы Парня Отпустили Сняли Сняли наручники Выпустили С камеры Использовали Так сказать В мирных целях Возьмите его На работу Соответствующие Службы Значит Которые Противостоят Мировому Хакерскому Движению Чтобы Так сказать Не залезали Они на наши Государственные Сайты Не воровали Наши Государственные Тайны И так далее Это же Золотой парнишка Ну Видимо А если его Еще подучить Поднат Искать Это Цены ему Не будет А то Его переманят Илон Маск К себе В Москву Я помню Значит Огромную Сеть Ну не огромную А мощную Сеть Хакерскую Создали Студенты Наши Российские Я не помню В каком-то году Но на слуху Пока еще И там И деньги Они С банка Снимали С счетов У людей Видимо И Переводили Забуху Сразу В многие страны По нескольким Мелким счетам Ну вот Одного из этих Отцов Основателей Системы Хакерской Задержали Где-то там За бугром И А Они Какой-то Знаменитый Все Вот вспомнил Они не С частных Считов В России Они Накрыли Какой-то Знаменитый То ли Манхэттен Банк То ли Какой-то Банк Американский В котором Считалась Значит Идеальная Система Охраны Компьютерной В частности Невозможно Они там Миллионы Сняли И тут же Распихали По тысячам Считов И вот Значит Их Вылавливали Потихоньку При получении Этих денег А этого Парня Наверное Посадили И его Выкупила Выкупил Этот банк Ну Внес Огромный Залог Может Многомиллионный Или залог Или Ну За него Как это называется Штраф Какой-нибудь Я не знаю И его Выпустили И он в банке Работает Высоко Оплачиваемым Специалистом По вот этим Антихакерным Атакам Спецом Наш парень Студент Он по-моему Не закончил Даже вуз Вот такая история И этот парнишка Честь и хвала ему Я не могу сказать Что воруй дальше И перечисляй В детские дома Нет Можно в мирных целях Твои знания Мальчик использовать Но Я за то Чтобы Парня Выпустили Какие 20 лет Какие Так сказать Нарушники Какие Камеры Конечно Робингудство Такое Никому не нужно Или как его еще Назвать Зор Зор Ство Скорее Это Озорство Зорство Но Тем не менее Мне мальчишка Импонирует С вами был Евгений Да А вы выскажитесь А вам как Каково это все Поддерживаете вы Мальчишку Или вы поддерживаете Тех кто ему 20 лет готов дать Вот Друзья мои С вами был Евгений Гордеев Славного Города Героя Смоленска Не забывайте Помогать Моему Приюту Котовасе 67 Для этого Есть Описание Как Чего На что Нажимать Куда Посылать Ну а Сколько Посылать От Щедро Своих Друзья мои Воздастся Вам За дела Ваши Добрые Воздастся Еще на Земле Спасибо Всего доброго Евгений Гордеев Всегда С вами Пока